Друзья, смотрите, сегодня я как построю? Ну, просто, на мой взгляд, как сказать, генерить в какой-то супертворческой форме вопросы анимативных актов сложно, потому что это, ну, какие-то такие знания, которые нужно в них немножко разбираться и понимать, как к ним относиться. Вот как к ним относиться, мы, наверное, сейчас с вами будем обсуждать, и я буду очень рад, если вы будете активны. И мне очень важно, чтобы вот это прям очень-очень настаивало, чтобы вы, если у вас другой опыт, если у вас другой взгляд на этот вопрос, вы обязательно меня перебиваете и вы говорите, что вот тут как-то по-другому. Я, на самом деле, именно эту тему буду сейчас скрывать достаточно директивно, по одной простой причине, что много раз убеждался, что подход, который мы для себя выработали в этой теме, он работает. Он работает не только у нас, он работает у многих наших коллег, с которыми мы, ну, либо единодушны, либо, условно говоря, которые у нас учреждены. Именно этот подход мы реализовали, в частности, последние два года по отношению к нашему с нуля поднятому абсолютно проекту «Даниловцы онлайн», где мы, вот опять же, с нуля пришли в 12 учреждений и реализовали там наши волонтерские подходы, наши волонтерские проекты, и все это, ну, работает, да, поэтому со своей стороны я буду говорить это, ну, достаточно, так сказать, ну, если не в последней инстанции, но в предпоследней, истинно в предпоследней инстанции. Но, еще раз говорю, я понимаю, что у вас может быть другой опыт, другие трактовки, другой взгляд, вы работаете по-другому, и для меня это важно, потому что, во-первых, это расширяет мои горизонты, а для всех других это важно, потому что у кого-то может быть ситуация ближе к вашей, и это тоже хорошо. Итак, смотрите, значит, сначала мы поговорим о том, вообще, какая роль волонтеров в системе госучреждений, но на самом деле шире. Например, если вы не работаете в госучреждениях, то в любом случае вы работаете в какой-то системе, где есть, где присутствует государство, да, даже работая на улице, вы все равно присутствуете на территории какого-то муниципалитета, все равно это часть улицы, может быть, приезжающей, например, к вокзалу, значит, там кто-то, так сказать, отвечает от вокзала за эту территорию и так далее. Итак, какова роль? Сейчас я... Озвучу несколько вопросов, ну, собственно, в каком-то смысле и ответы я озвучу, но мне важно, чтобы вы понимали вот эту вот некоторую развилку, некоторую развилку внутри каждого вопроса. И все эти вопросы, они принципиальное отношение имеют к теме правового регулирования волонтерства. Почему? Потому что правовое регулирование – это какие-то строчки, там, законов или каких-то нормативных актов, и они, вот как вы сейчас увидите, трактуются очень по-разному. Трактовать можно все достаточно широко, но мы должны с вами следовать, во-первых, здравому смыслу, во-вторых, следовать той гуманистической миссии, которую мы с вами несем, тому какому-то призванию, что ли, да, служить людям, которые тоже мы с вами несем. Поэтому для нас, на мой взгляд, трактовки, они зачастую не совпадают с трактовками людей со стороны государства. Итак, вот смотрите, здесь озвучены два вопроса. Первое – чьи, собственно, подопечные? И два варианта, да, подопечные – это собственность учреждения или подопечные – свои собственные. Вот что значит собственность учреждения? Вы тоже понимаете, что директор несет прямую уголовную ответственность за жизнь и здоровье, например, тех, кто проживает в доме переставления, или тех, кто лечится в больнице, ну там главврач какой-нибудь, да, вот. И вроде как, вроде как получается, что действительно все, кто там находится на время пребывания там, они его собственные. А если он еще является единственным их, вот этим, там разные варианты, есть, например, опекуном, да, для каких-то детей-сирот, то, собственно, они вообще его собственные, в прямом смысле слова. Вот. И если доминирует такой взгляд, да, то мы видим отсюда прямое средство, что самая выгодная позиция для учреждения – это стать холодильником, где ничего не меняется, где старики в доме перестарел, дети в детском доме, или там пациенты в больницах, да, пациенты должны выздороветь или, по крайней мере, получить услугу в качестве лечения, но чем меньше произойдет чего-либо другого, тем лучше для всех. Вот это прямое средство. И этот взгляд, он принципиально противоречит теме благотворительности вообще. Потому что благотворительность – это такое общественное участие без прямой коммерческой выгоды ради как раз тех людей, которые, и вот тут второй подход, да, свои собственные. И я всегда и везде настаиваю, и на каких-то встречах с коллегами, и… Ну, с коллегами – это единодушный разговор, конечно, и на каких-то встречах там с чиновниками, что вот эти вот люди, даже, например, люди с глубокой умственной отсталостью и так далее, они свои собственные. Они свои собственные, и они в учреждениях, на территории учреждений получают определенный набор услуг. И этот набор услуг далеко не полный. Он может быть идеально подобранный, он может быть классный, он может быть отлично исполненный, но он всегда не полный, всегда. И одна из проблем неполноты этих услуг, она заключается, я не знаю, может быть, вот вы угадаете, вот чего в принципе не может быть, если в учреждениях есть персонал и просто, ну, и люди, да, там, неважно, кто проживающий, лечащийся, там, в отделении милосердия или прыгающий, бегающий, неважно. Вот есть персонал и есть люди. Какая основная проблема там возникающая, которая нерешима, неразрешима внутри этой системы? То есть отношения, финансовые какие-то взаимоотношения? Ну, финансовые – это как часть того, о чем я хочу сказать, понятно, но они, ну, зачастую вторичны. То есть, да, безусловно, но все равно, они как-то мне представляются по отношению к тому, что я хочу сказать, они вторичны. Ну, да. А что еще? Ну, потому что система закрыта, и там нет других людей, с которыми пообщаться. То есть медперсонал и все, кто там работает, они исполняют свою работу. А вот так вот… Так, а к чему это приводит? Ну, давайте, вот нет индивидуального подхода, но это не совсем так. В смысле, в большинстве случаев нет, но может быть, не может быть дружбы. Давайте мы попытаемся во что-то такое более обобщенное. Да, может быть, то, что персонал всегда выше по статусу, чем по дороге. Да, то есть у них отношения другие. Вот, я, да, я хотел обратить ваше внимание на это, может быть, есть и другие аспекты, но вот этот вопрос субординации там, он забетонировал, вот просто забетонировал. Любая уборщица, любая уборщица входит в помещение и говорит, так, ну-ка, все на выход, все, быстро, я убираюсь. И никто не может возразить. Или, да, там, любой другой персонал приходит и говорит, так, ну-ка, быстро в 17 кабинет идти, я там жду. Вот. И человек не может возразить. И так далее. То есть, безусловно, эти отношения исключительно вертикальны. Соответственно, это я иллюстрирую вопрос, что как бы ни были идеальные услуги в учреждении, это именно услуги, и они именно встроены в систему субординации. Или в систему субординации встроена в эти услуги, не знаю, как это. Вот это первый вопрос. Соответственно, для нас, ну, я уж не знаю, как для вас, но для меня совершенно точно, подопечные свои собственные, да, они прекрасно получают услуги, но есть, что дополнить, есть, что восполнить, есть, что подарить, есть, что расширить и так далее, и так далее, да? Следующий вопрос. Какой статус волонтера в учреждении? Тоже есть два взгляда, и они оба во многом обоснованы. Во-первых, взгляд, вот слева, как вы поняли, те взгляды, которые мне не нравятся, а справа те взгляды, которые мне нравятся. Вот волонтеры помогают учреждению, учреждению. И вы это наверняка сами слышали. Ну, опять же, давайте расширим. Помогают городу, помогают муниципалитету, помогают, я не знаю, кому. Вот. И отсюда есть вот прямые следствия. Если это так, но если они помогают учреждению, то они являются частью работы этого учреждения. Они должны быть встроены, потому что как можно помочь в структурной единице, не будучи частью структуры? Ну, никак, собственно. Ты тогда, так сказать, не поможешь. И так далее, да. И здесь такой маленький подаспект. Если волонтерские услуги профессиональные, и они совпадают с деятельностью учреждения, и тогда может быть частью там учреждения. Но, но, для меня лично, конечно же, ближе подход, что волонтеры, они ради тех людей, кому нужна помощь. В данном случае учреждение – это лишь территория, на которой волонтеры оказывают помощь. И тогда действительно вот все, на мой взгляд, встает как-то на свои места, что ли, да. Но об этом дальше мы тоже будем говорить. Вот по этому пункту, есть ли у вас какие-то отклики или там тоже комментарии, дополнения. Вот. Или вы примерно так же подходите. То есть, понимаете, это же пункт не только вашего понимания и моего понимания. Это пункт прямой декларации с нашей стороны. То есть, когда мы приходим в учреждение, и даже очень прекрасный человек, который заинтересован в том, чтобы была классная помощь или еще что-то, он говорит, ну, о, спасибо, вы пришли нам помогать. То вот как раз наша на МОЗе прямая задача – декларировать. Вы знаете, мы вообще-то не пришли вам помогать. Мы пришли, чтобы помочь вот Марь Фоминишне или там вот этому Андрюше там или еще кому. Вот мы к нему пришли. Вот. А вместе с вами, вместе с вами мы эту помощь будем оказывать. То есть, мы ни в коем случае не выставляем за скобки учреждения памятая о том, что директор несет уголовную ответственность. То есть, мы не можем это выкинуть из нашей головы. Ну, действительно, он же несет не мы. Вот. И если что-то происходит, то к нему придет прокуратура. Но вот это основание для партнерства. Для партнерства. Вот. Так, идем дальше. Вот третий вопрос. Кто платит? На мой взгляд, это самый классный вопрос с точки зрения полемики и по предыдущим вопросам тоже. Кто платит? И я бы не называла волонтерскую службу. Я специально здесь использую это слово для того, чтобы мы говорили на одном языке по отношению к тому, что делают госучреждения. То есть, я специально здесь, вы ни в коем случае это не обесцениваетесь, не обижайтесь. Именно для того, чтобы мы понимали, о чем мы говорили, да, потому что, например, даже вот то, что мы можем говорить глубокое, личное, значимое. Вот волонтер подружился с ребенком, но все равно мы можем это перевести в некие, ну, условно, волонтера часы, прогулки, беседы, игру в мячик. И тогда мы можем это сопоставлять. То есть, мне важно сейчас как-то сопоставлять, а сопоставлять твердое с квадратным сложно для меня. Поэтому я вот, естественно, здесь точно буду использовать это понятие. Вот, тем более, что в законе, в волонтерстве тоже это понятие используется. Ну, потому что нужно как-то нам формализовать все равно эту штуку, да. Вот. Так вот, собственно, очень важный вопрос. Кто платит? И, на самом деле, платить может кто угодно. Ну, платить не в смысле волонтерам, да, вы понимаете, а за саму организацию волонтеров. Обеспечить зарплату тому, кто волонтеров там привлекает и так далее. Да, совершенно верно. Само служение волонтеров, оно бесплатно. Совершенно верно. Вот. Но зарплату тому, кто привлекает, тому, кто как менеджер все это достраивает. Потом там, ну, в конце концов, еще, может быть, там оплата какой-нибудь транспорта, я не знаю, что там, реквизита там. Ну, это все деньги. Вот. И так далее. И вот, соответственно, это один ключевой вопрос. Тоже, я думаю, вы уже на слайде все поняли, что если учреждение платит при организации волонтерства, и, по сути, оно является организатором в полном смысле слова, тогда у учреждения появляется какой-то аргумент к тому, чтобы сказать, что, ну, поскольку мы сами все организовали, ну, поскольку вот это наш сотрудник, но поскольку мы это действительно хотим максимально синхронизировать с нашей работой, то вот мы для волонтерства выставляем, будет про договор, обязательно прием. Мы для волонтерства выставляем ряд вот тех самых услуг, да, и эти услуги, они для нас, это я сейчас как бы от имени учреждения говорю, да, и эти услуги для нас, они вот, значит, поэтому в таком порядке стоят, поэтому вот там, я не знаю, в 9 утра прогулка, в 17 часов футбольный там турнир, там, а после завтрака нужно кого-то отвезти в процедуру, вот, и вот только эти услуги и так далее. И если кто-то платит, пожалуйста, пожалуйста, отлично, на самом деле. Вот, но парадокс в том, что, я вот не знаю, скажите мне, вы хоть, знаете, хотя бы одно учреждение, которое само с нуля организовало при себе волонтерский корпус, и этот волонтерский, ну, не корпус, давайте там, ну, корпус слова, на мой взгляд, в данном случае, хорошее, по отношению к слову учреждения, вот, в хорошем смысле, я здесь не в плохом, вот, а мне такие учреждения известны, но их единицы, вот, а вам известны учреждения, которые сами с нуля за свой счет все организовали, не НКО пригласили, вот, а сами все организовали. Так, молчание, значит, неизвестно. Вот, соответственно, вот этот аргумент, кто платит, да, у нас таких учреждений нет. Ну, вот видите, да, вот этот аргумент, он является для вас очень классной, такой даже не зонтиком, а такой железобетонной платные дома престарелых. Ну, платные, да, но это тоже отдельный вопрос, сейчас мы к этому придем, вот, оно является такой железобетонной защитной стеной, потому что вот у меня не раз были такие разговоры с представителями учреждений, когда они говорили, ну, вот вы знаете, нам бы вот хорошо бы вот так, нам бы хорошо бы там по пятницам, нам бы хорошо бы, чтобы не в том отделении, где вы работаете, а вот в другом, где там умирающие или еще что-то такое, вот. И я им прямо говорил, ну, как бы, что вы оплачиваете всю организацию, вы делаете рекламу за свой счет, вы привлекаете людей, вы отбираете, обучаете, готовите координаторов, вокруг координаторов помогаете сплотиться волонтерам, вы им помогаете освоить вот это дело, которое, они говорят, вы все это делаете? Они говорят, нет, а почему мы должны это делать? Я говорю, ну, а почему мы тогда должны делать то, что вы хотите? Мы, естественно, по закону имеем право делать то, что мы хотим, и это, если это не противоречит вашим каким-то, ну, условиям работы или каким-то нормативам, если вы противоречите, давайте это обсуждать. Вот. И, знаете, разговор денег всем понятен. Вот эта вот удивительная штука, он как-то всем понятен. То есть у людей сразу немножко в мозгах проясняется. Вот. Для особо непонятки я могу привести какой-то финансовый расклад и сказать, ну, вот это вот обходится нам во столько-то. Вот. Вы готовы вкладываться? Вот. Почему-то не готовы. Ну, вот тогда давайте как-то говорить о том, как бы, что действительно важно. Вот. Подробнее мы уже сейчас переходим. Просто вот эти вещи, которые я сейчас говорю, они являются базовыми к той трактовке, которую я сейчас вам буду предлагать. Вот. Так вот, собственно, какая сейчас самая распространенная модель по отношению к волонтерам? Вот видите, я так много времени тратил на выключение звука. Какая сейчас основная такая распространенная модель? Оператор волонтеров некоммерческой организации сама за все платит. А госучреждения вкладываются по минимуму. Вот. Сотрудники больницы? Ну, в Москве не говорят. Потому что в Москве, к счастью для Москвы, принята такая общая, в хорошем смысле, линия партии и правительства на взаимодействие с некоммерческим сектором. Нет, не говорят. Вот. И не могут сказать Москве. Можно мне один. Спасибо. Спасибо. Вот. Значит, ну вот, в общем, вы тоже здесь все видите. Это уже как бы свернутое то, о чем я говорю. Вот. Мне важно подчеркнуть, что я здесь говорю не о противостоянии. Мы ни с кем не бодаемся. То есть есть вопросы, конкретные вопросы, спорные, по которым мы можем полемизировать, а можем даже отстаивать свои интересы. Но в глобальном смысле наша задача не в том, чтобы что-то у этих учреждений урвать или еще что-то такое, а в том, чтобы в партнерстве с ними, восполняя то, что происходит в учреждении, помочь конкретному человеку, ну или группе человеков, которые в каком-то учреждении находятся. И эта мысль, она, естественно, должна быть первая и главная по отношению к директорам, к заведующим и прочее. Что мы пришли не то, чтобы что-то урвать, а мы пришли для того, чтобы в партнерстве сделать жизнь конкретного человека лучше. Просто это партнерство имеет свои правила. И вот эти правила, они основаны на тех принципах, которых я сказал выше. Человек сам по себе свой собственный. Соответственно, волонтеры не являются частью учреждения. И, соответственно, мы еще за все платим. И отсюда все остальное разворачивается. Соответственно, одна из самых распространенных задач волонтеров в учреждениях – это повышение качества жизни людей. Ну, в широком смысле. Ну, давайте теперь о законе. Итак, что такое закон о волонтерстве или добровольчестве? Конкретного закона о добровольчестве его нет. Это добавки, прибавки к уже действующим законам многим-многим. Их там, мне кажется, что-то около десятка. Но для нас с вами наиболее важны закон о благотворительной деятельности. Теперь он называется о благотворительной деятельности и волонтерстве. И закон о некоммерческих организациях. При этом правки были внесены в законы о спорте, в законы о добровольной пожарной охране. И много-много еще куда. Поэтому, в общем, действительно была проделана большая очень работа. И, естественно, вот несколько лет назад, наконец-то, отождествили эти понятия на уровне закона волонтеры-добровольцы. До этого целые семинары проводились, чтобы людям объяснить разницу между волонтером и добровольцем. Ну, конечно, это был какой-то бред на колесиках. Ну, вот объясняли разницу. Теперь мне надо объяснить разницу. Это одно и то же. Итак, смотрите, что мне важно. Чтобы вы тоже вместе со мной понимали, что волонтерство – это одно из направлений благотворительности. Или вот этих общественно полезных целей, что на самом деле то же самое. Поэтому просто общественно полезные цели, они в виде конкретных списков упомянуты в законе. И потому что дальше там из этого могут раскручиваться какие-то государственные меры поддержки. А государственные меры поддержки должны быть формализованы. И, соответственно, для этого нужны были, видимо, вот эти вот списки. Но для нас с вами они не являются определяющими. Списки это достаточно широкие. Туда входят, в общем-то, вот эти общественно полезные цели. Туда входят и охрана памятников культуры, и охрана природы, и поиск пропавших людей. В общем, ну, боюсь, что почти все, чем вы бы захотели заниматься, входит в эти цели. Если бы вы захотели этим заниматься вот в контексте благотворительности и некоммерческой деятельности. Но мне еще раз в это очень важно подчеркнуть. Волонтерство – это одно из направлений благотворительности. И это значит, что волонтерство никак не связано с коммерческой выгодой. Вот это вот первое. Понимаете, вот вы скажете, ну, это очевидная вещь. Но на самом деле для огромного количества людей вокруг это неочевидная вещь. Вот в принципе неочевидная. Либо там волонтеры у них, у кого-то там в головах чего-то зарабатывают. Либо волонтеры могут это вот как раз к разговору. Вот уже были упомянуты коммерческие дома престарелых. На мой взгляд, коммерческие дома престарелых организаторами волонтерства быть не могут. Потому что это бизнес. А привлекать волонтерскую помощь внутрь бизнесовых процессов – это неблаготворительность. Вот как мы здесь не возьмем. То есть это очень странно. С государством понятно. Другая история. Потому что государство не делает проекты, например, дом престарелых государственный, ради извлечения прибыли. А вот бизнес делает дом престарелых ради извлечения прибыли. Я как раз за коммерческие дома престарелых, безусловно. Я за такие вот бизнесовые штуки. Но какие есть основания, чтобы там были волонтеры, мне лично непонятно в принципе. Ну вот от слова совсем. Потому что как только мы скажем конкретному волонтеру «Привет, Вася!», пойдем помогать одинокой бабушке. Он скажет «Окей». Он приходит к этой бабушке и от санитаров узнает, что там, предположим, койко-место стоит столько-то там рублей. И это как бы именно коммерческая штука. И тогда он скажет «А почему я должен помогать вам удешевлять койко-место?» Вот. И да, в коммерческих не может быть никакой бесплатной рабочей силы. Никакой. Потому что это коммерческое предприятие. Вот. Вот это такая базовая история. Волонтерство это будет творить. Теперь идем дальше. Закон определяет такое понятие, как организатор волонтерской деятельности. И закон прямо называет два вида организаторов. Это НКО, некоммерческая организация. И это государственные организации. Но по отношению к НКО волонтерство является, может являться неотъемлемой частью во всех смыслах. Потому что НКО не извлекает прибыли по определению некоммерческой организации. И поэтому волонтеры НКО могут привлекаться на любые виды деятельности. На любые. Кроме тех, что я чуть позже скажу. А вот государственные структуры имеют право привлекать некоммерческие организации или волонтеров. Как раз в дополнение к тому, что они делают. Но не в замещение тех оплаченных госзаданий услуг, которые уже осуществляются. Если волонтеры замещают оплаченные госзадания услуги. Это входит в прямое противоречие. Здесь должна работать прокуратура. Потому что деньги выделены. Но они не освоены. Потому что... Или освоены, но не тем, кто... Ну, не знаю, да? Там волонтер вымыл пол. А простите, где зарплата нянечки? И почему нянечка не моет пол? Ну, не нянечка, простите. Да, там кто уборщица. Вот. И так далее. В общем, здесь есть о чем размышлять и так далее. Соответственно, вот у меня вопрос теперь к вам. Вот по отношению к месту волонтеров в государственных организациях. Вот с точки зрения понятия благотворительности. Вот у вас есть сейчас какие-то здесь тоже непонимания, вопросы или еще что-то? Или нет? Потому что это тоже один из основополагающих моментов, опираясь на который мы отстаиваем интересы волонтерской деятельности. Именно поэтому, помните, я говорил вам, да, что волонтеры на территории, на территории учреждения помогают людям, ради людей. Вот, исходя из понятия благотворительности, мы имеем теперь законные основания, это обосновать. Потому что, да, территория учреждения посвящена тому, что учреждение оказывает за госденьги список услуг. И внутрь этих услуг волонтеры не входят. Потому что это оплачено государством и там должны быть сотрудники. Но при этом на этой территории, территория в широком смысле и в виде квадратных метров, и в социальном смысле, в виде отношений, всего-всего, да, на этой территории волонтеры могут делать все, что не противоречит законодательству, что не оплачено государством. Вот это очень важная история. Что следует, что следует из того, что волонтерство это благотворительность, следует простая штука, что волонтер дарит, дарит свою услугу, или вот как сказано, да, мы и в законе сказано про услугу, услугу или деятельность свою, либо организации, либо к какому-то благополучателю. И, соответственно, раз он это дарит, то какое отсюда у нас с вами должно быть следствие? Принципиально важное, которое дальше будет влиять на все, что связано с волонтерством. Какие у вас версии? Ну, кто-то, может быть, знает уже, в смысле. Дарит время, да, 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 дарит, дарит, да, совершенно верно, да, именно вот слово дарит. Там, может быть, в законе слова дарит нет, но вся конструкция построена на том, что это именно так, отдает безвозмездно, ну, дарит, вот, отдает безвозмездно, безвозмездно оказывает услугу, безвозмездно, безвыгодно, безвыгодно, да, дарит. Вот, что из этого следует? Какое прямое практическое следствие отсюда происходит? Какие ваши версии? Так, коммуникацию дарит, да, наверное. Не может ожидать оплаты, нельзя принудить, дарь, безусловно, бесплатно, без поощрений, да, это понятно, но это прямое, это прям как бы зеркальная история. Ну, раз дарит, значит, без поощрений, дарь, безусловно, нельзя принудить, супер. Но отсюда следует куда более глубокая и суперпроблемная вещь, суперпроблемная. Вот. И как раз вся наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы эту проблему минимизировали. Вот. Какие ваши версии? По позыву души, да. Не должны быть посредники. Ну, наверное, сложная конструкция, ну, может быть, да, я сейчас не готов на ходу, ну, может быть, да, помогает что-то решить. Не-не-не, ну, все, да, но я имею в виду, что это вообще не о том, в другую сторону убежали. Вы в другую сторону убежали. Так, ну что, версии нет? Если я дарю вам свою помощь, то повторите вопрос. Что следует, прямо следует, в том числе в правовой сфере, в правовой сфере из того, что волонтерство – это благотворительность? Волонтерство – это есть подарок, дело или услуги, ну, или хотите помощи. Просто я сейчас не хочу переходить в категории человеческих слов, а мне важны вот эти формальные категории. Проблема с ожиданиями. Так, и что за проблема? Ну, мне кажется, тогда очень сложно ожидать от исполнителя какого-то результата, требовать, или, скажем так, если он где-то накосячил, то, опять же, какой-то серьезный разговор уже становится проблематичен, потому что я это же бесплатно сделал. Значит, смотрите, отсюда следует то, что сказал Евгений, но давайте я вам скажу это более циничным языком, только вы не обижайтесь. Это отсюда следует прямая безответственность волонтера с точки зрения нормативной, с точки зрения юридической. Волонтер не отвечает за результат своего труда, потому что подарил то, что умеет. Ну, вот, как умел, так покрасил, как умел, так отвез тебя на машину, как умел, так поговорил с тобой, вот, как умел, так постриг тебя и так далее. Вот. Волонтер не отвечает за результат своего труда. И, соответственно, вот теперь встает вопрос о договоре. Отсюда я сейчас скажу вещь тоже, которая, может, вам кому-то, не знаю, не понравится, а кто-то уже, наверное, в своем опыте давно помнил, что договор с волонтером, это с точки зрения нормативной, с точки зрения основания для какой-то юридической ответственности, это ничто. Это просто бумажка, которую вы можете выкинуть. Вот. Договор с волонтером – это не трудовой договор с нулевой оплатой. Вообще ни разу. Работа волонтера никоим образом не подпадает под трудовое законодательство. Вообще никак. Вот. Да, должны быть, вот, вот, да, 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 должны быть ограничения, сейчас мы к этому придем, да. Вот. Соответственно, если вернуться к ответственности, то те виды работ, те виды работ, которые требуют высокой квалификации и от которых зависит жизнь и здоровье людей, они невозможны на волонтерских началах. Например, в России врачебная помощь, медицинская помощь на волонтерских началах недопустима. Вот эти все волонтеры-медики, они могут работать только в больницах и только в присутствии медицинского персонала, как их супермладшие помощники и не имеют права выполнять никакие процедуры. Это было немножко смягчено во время ковида в силу лишь экстренных обстоятельств, когда больницы были просто завалены умирающими людьми. Но сейчас сто процентов вернулось обратно. То есть в России врач не может быть волонтером. Как врач, как врач. Вот. И я считаю это правильно. Вот. Наверное, можно найти и другие виды помощи, которые принципиально важны. Так вот. Договор с волонтером может. Закон не обязывает. Может заключаться, а может не заключаться. Это выбор организации. Он может заключаться от имени НКО, а может заключаться от имени благополучателя. Но ни в том, ни в другом случае никаких юридических последствий от заключения договора не происходит. Договор лишь формализует наши рабочие отношения, чтобы потом можно было о чем-то, так сказать, на кухне поспорить. Скажу так. Понимаете? Потому что максимум, что может сделать организация по отношению к нерадилому волонтеру, ну, отказаться от его помощи. Ну, давайте я скажу слово в кавычках «уволить». Но именно в кавычках, потому что вы уже тоже поняли из этого слайда, что терминология трудовых отношений неприменима к волонтеру. То есть нельзя уволить того, кого я не брал на работу. Вот, собственно, это про волонтеров все, да? Вот. Волонтеру как бы нельзя говорить «поработай, потом я тебе дам отпуск» или еще какую-то такую штуку. Вот. Потому что, ну, это совершенно другой род отношений. И вот это как раз усугубляет ту проблему, которую я уже озвучил вот в начале. Да-да-да-да, в тех видах работ, где там что-то опасно и прочее, волонтер должен, конечно, ставить, что он осведомлен. Но а какой все-таки тогда правовой статус волонтера? Вот вы мне можете сказать, какой правовой статус волонтера? Вот волонтер помогает в больнице. Ну, давайте уберем за скобки волонтеров-медиков. Это просто одно из исключений в нашей стране. Понятно, что волонтер-медик, он там как бы формально по статусу как супернизший персонал. Вот. Но это отдельная история. Вот. А иначе ему там делать нечего. Ну, зачем-то нужен волонтер-медик, который не медит. Ну, то есть там как-то другая история. Мы ее за скобки уберем. А вот вы пришли, вот, супер, Елена, ну, конечно, статус волонтера везде. Просто гражданин. Просто гражданин страны. То есть вы можете быть супер-супер-пупер волонтером, вы приходите в какой-нибудь дом престарелых, вы там просто человек с улицы. Вот. Поскольку дом престарелых не является там каким-то супер закрытым военным объектом, то значит любой человек с улицы имеет право находиться на территории дома престарелых. И я так понимаю, в подавляющем большинстве случаев, когда вот эти дома престарелых превращаются в режимные крепости, это противозаконно. Вот. Да, там есть какие-то формальности на основании которых человек может туда попасть. Но, в принципе, отказать человеку в приходе, визите и так далее, в общем-то, нельзя. Но это другой разговор. Мы сейчас его не касаемся. Вот. Соответственно, какие варианты, а зачем вообще нужен договор? Что вы мне скажете? Ну, вот как раз, если не оказал помощь, вот Елена пишет, то по закону РФ. Если не оказал помощь, то как раз закон здесь бесим. Я обещал вам подарить услугу, а теперь скажу по-человечески. Я обещал вам прийти в детский дом и поиграть с парнями в футбол. Я не пришел. Или я обещал вам организовать прогулки для одиноких бабушек в доме престарелых. И я не пришел. Я обещал вам покрасить стену для того, чтобы там устроить классную детскую комнату. В детском доме. И я не пришел. И ничего не покрасил. Вот. То какая у меня ответственность по закону? Никакой. Ну, от слова совсем. Да? Вот. То есть в этом смысле как раз ответственности нет. И тогда вот у меня к вам вопрос. Зачем вообще нужны эти договора? Кто-то, может быть, уже написал что-то. Друзья, простите. Может быть, включите микрофон, скажите голос. Зачем нужны договора тогда с волонтером? Мне кажется, несмотря на то, что этот договор юридической силы не имеет, это некая декларация того, о чем мы с тобой договорились. И что если вдруг ты начинаешь там, да, как будучи моим волонтером, делать что-то, как бы двигаться в каком-то другом направлении, я могу показать эту бумажку, сказать, подожди, мы с тобой договорились. Вот о чем. И ты вот здесь вот подписался под тем, что ты с этим согласен. Поэтому давай или мы исполняем, или, наверное, я тебя в кавычках увольняю. Ну, это один из вариантов. Безусловно, супер, да, супер, супер. Это такая дисциплинарная штука. Согласен, абсолютно, да. Что еще? Есть два момента, мне известные, может быть, вы назовете больше. Есть два момента, когда договора с волонтером, ну, по сути, у НКО нет выбора. Они обязаны их заключить. И это в том числе с точки зрения закона. Вот. Но назовите мне эти два варианта. Может быть, больше, еще раз, я не ограничиваю. Я просто знаю два. Два. Вот. Какие варианты? Указать безвозмездность. Это уже закон указал, это уже по закону. Смотрите, то есть закон уже сказал. Волонтерство – это благотворительность. Там прям слово безвозмездное. Если откроете, вы все это увидите, безусловно. То есть это уже указано, все. Вот. То есть вторично дублировать закон в рамках договора, ну, это трата бумаги. Вот. Описание прав. Ну, да, ну, все равно это само. Обозначить круг прав. Ну, обозначить – понятно. Это вот в контексте того, о чем сказал Евгений. Безусловно, вы говорите правильно, но это уже как бы сказано. Это мы, ну, как бы дисциплинируем, да, вот друг друга. Волонтер дисциплинирует меня, типа, что я там обязуюсь, я не знаю, что там, организовать его труд, там, обучение, там, еще что-то такое. Я обязуюсь, я дисциплинирую волонтера. Вот. Вот, 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 Ольга, Ольга, да, 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 да. Значит, первый вариант – это компенсация. То есть закон не обязывает, но дает право, дает право НКО компенсировать расходы или делать определенные формализованные поощрения. Вот, в частности, там обсуждали, я уже запутался, приняли, не приняли, что-то там обсуждали, там, возможные варианты какого-то там проезда где-то бесплатного, еще что-то такое. В общем, есть некие формули... или будут, или будут формализованные варианты поощрения или компенсация. Вот. В чем затык с этой компенсацией? Человек, соответственно, например, согласился как волонтер поехать в командировку и провести лекцию. Имеет право? Имеет право. Вы имеете право такого пригласить волонтера? Имеете право. И вы хотите ему компенсировать расходы на дорогу, на питание и так далее. Вы ему переводите эти деньги с юридического счета организации. Вам нужны формальные юридические основания, чтобы это сделать. Это договор. А поскольку человеку упали деньги, он либо платит за них налоги, ну, потому что они пришли от юрлица, а от юрлица в большинстве случаев это зарплаты, либо человек на основании договора не платит с них налоги, потому что это возмещение и компенсация. Ну, да, НКО имеет право нанимать специалистов, в том числе нанимать, давайте поставим в кавычки, приглашать волонтеров-специалистов. Имеет право нанимать за ними специалистов. Но договор-то, то есть повод для договора, да? И, соответственно, второй повод для договоров – это отчетности по граммам. Когда вы должны подтвердить ваш нефинансовый вклад, если вы волонтеров пересчитали в деньги и в грантах указываете стоимость их человека часов, то тогда вы должны это подтвердить. Вот тогда используются вот эти вот договора. Вот, волонтер. Может быть, есть другие варианты, вы их нам назовите. Соответственно, во всех иных случаях, во всех иных случаях, вам достаточно иметь просто подпись волонтера в какой-то ведомости или под каким-то суперкратким, суперкратким соглашением на полстраничке, где волонтер обязуется, вот как раз ровно то, о чем сказал Евгений. Волонтер обязуется соблюдать правила и проинформирован о каких-то правилах, и, соответственно, если что, то тогда волонтер может быть отчислен. Это первый пункт. И второй пункт, который очень важен – подпись волонтера, и сейчас мы к этому придем с вами, это вопрос про персональные данные. Вот, про персональные данные. Вы, наверное, знаете, что действует закон о персональных данных, и этот закон – железобетонный. Это просто асфальтоукладчик. По этому закону вы не можете ничего вообще с человека взять без его полномасштабного разрешения. Поэтому, соответственно, вести базу волонтеров только с письменного согласия волонтера. Передавать списки волонтеров в учреждения, то есть третьим лицам, исключительно с письменного согласия волонтера. Публиковать фотку с волонтером, с разрешения волонтера и так далее, и так далее. И, соответственно, поэтому выгодный вариант, когда у вас есть вот это некое, может быть, соглашение, в котором уже прошито все про персональные данные и про какие-то правила. Или это две разные бумаги. Вот. Одна бумага – я ознакомлен с правилами, обязуюсь соблюдать. Вот. А если что, могу быть отчислен. И, соответственно, вторая бумага – про персональные данные. Про персональные данные категорически настаиваю, чтобы вы всерьез относились к этому вопросу. Вот. Но к ним мы еще вернемся. Так вот, собственно, кем волонтеры еще не могут быть. Волонтеры не могут быть директорами учреждений и главбухами. Потому что это материально ответственные люди. А материально ответственные люди не могут дарить свои услуги. Потому что они материально ответственные. Если они дарят услуги и не отвечают за них по закону, то это значит, что эти люди могут взять банковский счет, положить в карман и уехать на ГАИТе. Вот. И, соответственно, да, они будут нести, конечно, как граждане что-то украбшее. Но с точки зрения нормативной они ничего не совершили. Вот. Соответственно, вот это тоже надо знать. И в некоторых учреждениях я встречал такие казусы. Знакомишься с каким-то человеком и говорит, я вот директор на волонтерский сначала. Ну, я могу только ухмыльнуться. И вот, если я с человеком не знаком, пройду мимо. Если знаком, скажу, что это полный бред во всех смыслах. Вот. Это невозможно. Невозможно нести материальную ответственность за организацию, будучи волонтером. Вот. Так. Это мы поняли. Теперь давайте про то, как регламентирована деятельность волонтеров, связанная с казенными учреждениями. Но я бы хотел, вот, хороший вопрос для всех. Зачем, блин, у меня все убегает. Ребят, включайте. Давайте вот мы пока зависим на этом слайде. Зачем волонтеру нужна организация? Человек может сам волонтерить, получается, без организации. Закон не предписывает организацию. То есть с точки зрения закона волонтер может быть сам по себе. Вообще волонтер может быть при организации. Это его выбор. Это его выбор. Ну, то есть если в правовом плане, на мой взгляд, вопроса этого не существует. Если ты имеешь в виду не в правовом плане, а именно вообще, в принципе, то тогда... А, вот давайте мы тогда вот как вопрос поставим. Я переделаю вопросами. Волонтер по закону может быть и сам по себе, и вместе с организацией. Вот если волонтер сам по себе, кто несет ответственность за его труд? Ну, а в случае с организацией, я думаю, ответ понятен, но я его тоже не назову, вдруг не понять. Вот в этих двух случаях кто несет ответственность за результат труда волонтера? Никто. А, нет, 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 нет. На самом деле ответ был в предыдущих слайдах. Вот. Никто. Так не бывает. Так не бывает. Кто-то ответственность несет. Вот. Вот. Ну, в случае с организацией, очевидно, тут уж подскажу, несет организация. Вот. Сам по себе, то благополучательный. Ну, конечно, ну, конечно, конечно, благополучательный. То есть, если человек, кто-то, да, кто-то пригласил волонтера, и помните, там я сказал, что заключать соглашение или договор с волонтером может или организация, или благополучательный. Соответственно, ну, кто заключил это соглашение? Оно может быть устным. Закон не предписывает письменное. Это может быть устное соглашение. Давай ты будешь ко мне на волонтерских началах приходить варить борщ по пятницам. Давай я буду приходить. Я не пришел. Ну, значит, ответственность за неприхождение несет тот, кто, ну, в кавычках поставлю слово, нанял. Да, вот. Если договор между благополучателем и волонтером без организации, да, за все отвечает благополучатель. Да, безусловно, конечно. Вот. Если есть организация, то там уже зависит от соглашения, пусть даже устного, между организацией и благополучателем. И здесь я вам сейчас расскажу такой кейс. Дайте, я даже выключу вот это все, чтобы я вам такой кейс расскажу. Вернее, решение. Угадаете вы решение или нет? Кейс очень современный, очень актуальный. Значит, смотрите, что сейчас происходит. Есть такая проблема. Она связанная с помощью семьям мобилизованных людей. А вы давайте сейчас будете мне кейс решать. В чем проблемность? В том, что необходимо как можно, как можно сильнее защитить эти семьи. Как бы кто ни относился к военной теме, но мы понимаем, что жены, дети, матери, тех, кто мобилизован, они должны быть в максимальной безопасности. Если кто-то узнает, что это семья человека, который сейчас уехал в Донецкую Народную Республику, то у какого-то агрессивного человека может возникнуть какая-то нехорошая мысль, навредить его семье. То есть, соответственно, нужна безопасность. Это первый момент. Второй момент. Хорошо бы, чтобы те семьи, где есть действительно серьезная нужда благотворительной помощи, может быть, они очень малоимущие, может быть, там много маленьких детей, кто-то там с инвалидностью. Или мама вот этого вот солдата, она там пожилая, с инвалидностью и так далее, и так далее. То есть, совершенно объективные причины, что помощь нужна. Соответственно, какую-то помощь здесь могут оказать волонтеры. Какую-то соцслужбы, какую-то там компенсируют какие-то выплаты, но какую-то помощь могут оказать волонтеры. И, соответственно, вот есть задачка. Есть задачка. Значит, мы пока ее рассматриваем просто как такую задачку. Есть задачка, чтобы волонтеры помогали таким семьям. Но мы хотим, чтобы это все было максимально безопасно. И вот теперь у меня к вам, собственно, вопрос. Каким образом нам это сделать? То есть, вот есть организаторы волонтерской деятельности, в частности, есть на государственном уровне, разного рода, там, мы вместе и прочее, прочее. И какой может быть выход? Максимально обезопасить этот процесс и максимально сделать вот эту тему ответственности, ну, как бы тоже безопасно. Вот как бы поступили вы? И я сейчас говорю исключительно в контексте, в контекст того, что мы говорим. Взять согласие семьи. Это один из вариантов. Вот, что еще? Давайте включайте же камеры, включите, давайте что-нибудь говорить. Вот. На самом деле, очень интересный кейс. Те варианты, которые я знаю, один из вариантов, который мне известен, он действительно очень классный. Он просто классный. Вот. И не я до него задумался совершенно. Вот мне рассказали о нем как одном из вариантов. И мне кажется, что он действительно классный. Каким образом нам здесь все сделать, вот, с учетом всей сказанной безответственности, вот, как нам все-таки сделать, чтобы было что-то ответственное? Ну, первое, взять согласие семьи. Мне очень нравится. Что еще? Ничего, молчите. Давайте, давайте. Или я буду как доски вызывать? Как там Глида говорит? Я умею вызывать доски. Вот. Кто-нибудь. Я, может быть, не поняла, но это какая-то, как бы, организация, которая занимается помощью семьи. Или мы сейчас говорим, что просто какой-то... Ну, предположим, ваша организация захотела заниматься. Да, но получается, как бы, семья, у которой есть, ну, мобилизованные, так скажем, да, то они, получается, как подопечные семьи. Ну, то есть, как бы, наверное, какая-то организация, она берет какие-то семьи под свое крыло. Ну, соответственно, ну, да, наверное, так и есть, но, не знаю, это согласие или не согласие, что вот семья готова, так сказать, принимать от какой-то организации блага. Ну, не знаю, как это... Ну, а как вот эту вот безответственность волонтера-то минимизировать? Ну, смотрите, минимизировать, безусловно, тоже я в кавычках говорю, вот, потому что, понятно, она, прежде всего, зависит от уровня осознанности самого волонтера. Вот. Если человек, ну, не дай бог, какой-то супер безответственный раздолбает, то, ну, как ее там минимизируешь? Что-то не минимизируешь. Вот, разве что не будешь с ним работать. Ну, это тоже добрый вопрос. Наверное, сложно как-то прям... Ну, давайте еще. Кроме как, если, не знаю, не проводить отбор этого волонтера, не общаться... Не, а отбор, да-да, отбор, это сейчас не правовая тема, безусловно, отбор, там, подготовка, да, это безусловно. Вот. Это один из способов, да, но это другой разговор. Вот. Но вот с правовой точки зрения, вот там, вот так, повышать, предупреждаю... Вот, там пишут, да, а какую уголовную ответственность, а за что уголовную ответственность, непонятно. То есть, перед этим тоже кто-то написал, обо всем проинформировать семью. Это, безусловно, да. Это второй вариант. Мне тоже очень нравится. Во-первых, проинформировать о том, что волонтер ни за что нет. прямо так и говорить. С точки зрения заказанной деятельности волонтера нет. Второе. Взять там, возможно, письменное согласие. Что они согласны на такую помощь, которая может быть не оказана. Или оказана не так. Да-да-да. Это все очень круто и правильно. А за что уголовное ответственность? У нас пока закон. У нас нет такого закона, чтобы я, например, условно, подачи знаю, что у кого-то там мобилизовали. Нет уголовной ответственности. Если я другим друзьям расскажу, а ты знаешь, сосед подачи, у него мобилизовали. Нет такой ответственности. Может быть, будет со временем, но пока такой нет. За какой вред мы боимся? Но в частности, в том числе за этот, что волонтер в публичном пространстве на радостях начнет писать, а я вот помогаю семье мобилизованных. Их там, не знаю, муж, брат, отец, не знаю, кто уехал на Донбасс и прочее. Это реальная опасность для семьи. Я их считаю. Вот на такой опасности. Да. Прежде всего. Да, да. Не выполняет обязательства. А в силу социальной движенности такие семьи могут реагировать на это очень плохо. Вот. Это вторая опасность. Мне кажется, я бы постарался ограничить доступ волонтера к любой информации о подопечном. Вплоть до того, что непосредственно с подопечным общается только сотрудник штатный, а волонтеры обеспечивают все остальное. Там, не знаю, собрать какую-то материальную помощь, там, обо всем, чем угодно позаботиться, но доступ в семью и непосредственный контакт, непосредственно у сотрудника. Это первое. Во-вторых, можно обсудить непосредственно с подопечными, попросить их никогда и никак не фотографироваться с волонтерами, например, и волонтер может знать только имя подопечных и иногда адрес. И тогда даже если он скажет, я помогаю семье подопечным, где есть Марья Ивановна, Вася и Петя, ну, в принципе, это тогда уже никому ни о чем не скажет, тем более без фотографий. Да, спасибо вам. Мне очень нравится, что вы сказали. Безусловно, что все вопросы, которые могут нести какие-то формализованные риски, связанные с персональными данными этих семей, безусловно, сотрудники, это минимизировать. Там, друзья, вы тоже очень много чего пишете полезного в чате. Еще раз говорю, у меня просто убегает с экрана сейчас, а я хочу смотреть на вас, поэтому я не вижу. Но если вы просчете чат, то я там тоже совсем согласен. Ну, вот как раз Елисавета в чате написала, что взять с волонтера письменное согласие о нераспространении информации третьих лиц. Например, у нас в договоре это также прописано, что волонтер, он не может вообще там ничего публиковать без какого-то... Ну, смотрите, на самом деле это согласие, это масло масляное. Ну, берите, никто не запущает его брать, но есть, я вам сказал, есть асфальтоукладчик, называется закон о персональных данных. Волонтер и так не имеет права, просто его нужно проинформировать, что по закону о персональных данных там вплоть до уголовной ответственности. То есть, лишний раз брать с него какую-то подпись для вас, ну, берите, но вы же все равно не пойдете в суд, потому что вам тоже, скорее всего, в большинстве случаев не нужны скандалы и так далее. То есть, здесь вы в слабой позиции, а закон делает так, что вы в сильной позиции. Потому что если я, вы и кто угодно, волонтер, что-то опубликует и еще раз говорю, там вплоть до уголовной ответственности, если какие-то последствия будут негативные. То есть, это такая очень жесткая штука, просто волонтер должен об этом знать, что, дорогой волонтер, ты знаешь, что здесь такой закон, а может быть, даже ему какие-то там выдержки привести, что в данном случае неважно, мобилизованный, немобилизованный. То есть, в принципе, ты не имеешь права в публичном пространстве разглашать там то-то, то-то и то-то. А под персональные данные подпадает вообще все. Ну, то есть, имена еще не называют, хотя даже и подпадают. Вот. То есть, это, на самом деле, закон, который мы о нем чуть позже еще поговорим, он жутко мешает нам организовывать волонтерство. Но при этом ни у кого нет желания отказаться от этого закона, потому что я сам хочу быть защищен, чтобы мои дети были защищены и так далее. То есть, это тоже такая сложная штука. Ну вот. Значит, так. Так, экзамен. Да-да-да-да-да. Вот про всякие там экзамены и прочее я же сказал, это сегодня не наша тема, но я с этим всем согласен. Вот. Но еще раз тогда вернусь к тому, чтобы волонтер подписывал отдельное соглашение в дисциплинарных мерах. Да. Типа, я обязуюсь там не разглашать. Просто проблема в том, что после обязуюсь вам поставить нечего. Тогда что? Вы парите? Что? Отругаете на партсобрании? Что? Тогда он обязуется вам не разглашать. И, ну, скажете, ну, иди вон. Ну, он скажет, ну, хорошо, я пойду домой, надоели вы мне с вашими бумажками. Вот. То есть, вот это вот вы должны помнить, что вот с точки зрения именно ответственности, да, разговор с волонтерами, он почти никогда не имеет вот этого вот тогда что? Тогда ничего. Вот. Вот и все. Вот. Да. Дальше по закону ОРО, по закону о персональных данных, да, или вот вы пишите комментик, да. Вот. Так вот, собственно, какие варианты я, соответственно, встречал, чтобы всю эту историю минимизировать? Значит, первое, что действительно вы абсолютно правы, ответственность в идеале должна быть замкнута между семьей и волонтером. Ответственность должна быть замкнута, прежде всего, между семьей и волонтером. Вы сказали брать согласие семьи. Зачем брать согласие семьи? пусть они вместе даже заключат соглашение. Да, оно не будет носить, вот как мы уже сказали, вот эта юридическая сила с точки зрения разруливания скандалов, но оно будет 100% носить дисциплинарный суперхарактер, где семья, подписывая вместе с волонтером, будет четко понимать, на что она подписывается, на какие услуги. Может рассчитывать, а волонтер будет четко понимать, что от него могут как-то, хотя бы по совести требовать. Раз подписался, значит, согласился гулять раз в неделю, значит, гулять. И так далее. Сертифицированный волонтер может делать глупости. Да, конечно. То есть поймите, что в данном случае сертификация о проблеме, о его профессии, например, волонтер-психолог, она никак не обеспечивает то, что он может делать глупости. В конце концов, все мы любим. Но, безусловно, если вы хотите помочь семье профессиональной услугой, благотворительной, то есть психолог, например, или консультант-юрист, и так далее, то, конечно, я бы спрашивал, а у тебя какое образование? Ты хоть юрист? Я бы даже просил, чтобы человек показал диплом и прочее, а может, даже еще предоставил резюме со своей практикой юридической. Или психологической, конечно. Вот. Ну, так вот, первая ответственность должна быть замкнута между благополучателем и, соответственно, волонтером. И тогда правомерен вопрос Лидии Алексеевской о зафигаторе, да, организаторах. Вот. Но организаторы в данном случае, естественно, они являются организаторами, которые, да, они выведены из этого формализованной хоть как-то ответственности, но при этом без них ничего не произойдет. Потому что вот вы здесь сами написали миллион вопросов, нужно его где-то найти, нужно его проверить, обучить, нужно с ним договориться хотя бы о том, что он понимает уровень рисков, да, вот там, и так далее, и так далее. Естественно, семья это делать не будет, она это не умеет, и так далее. Естественно, здесь поэтому организатор. Вот. Но появилось предложение, и сейчас этот проект будет на федеральном уровне, развиваться, ну, вернее, так я скажу, он будет развиваться, но будет ли он развиваться в том ключе, о котором я сейчас вам расскажу, то, что, собственно, я вам сказал, мне очень понравилось это решение. Я не знаю, но, как я понимаю, да, вот как один из вариантов будет развиваться так. Вот кто-то из вас, кстати, тоже уже сказал это слово, по-моему, вот, сейчас, Татьяна, вы, по-моему, и сказали, да, что если вот, типа, условно, ваша организация берет шефство. Вот, чтобы в этом проекте ответственность была замкнута, действительно, вот, по сути, между вот этой троицей, организация, семья, волонтер, значит, сейчас, как же мне это вам объяснить? Разовых волонтеров не существует в этом проекте вообще. Вернее, может не существовать. Я вам сейчас говорю об одной из версий развития проекта. Может не существовать. И мне это очень нравится. Существуют только организации, которые взяли шефство над семьей. и тогда эта организация может быть разной. Это могут быть инково, а это может быть, например, трудовой коллектив местного Сбербанка. Вот. И тогда круг волонтеров резко сужается. Это уже не какие-то люди из трамвая, которые могут чудить, как хотят. А это уже люди, которые внутри организации автоматически, потому что организации берет шефство, автоматически как-то прошли какую-то проверку. А если они сотрудники Сбербанка, то уж тут вообще, собственно, понятно, что с очень большой вероятностью тот сотрудник Сбербанка, который согласился по пятницам гулять с собакой, и у него есть дома собака, он любит собак, соответственно, значит, он, по крайней мере, не навредит собаке. Он может передумать, это его право завтра, но собаке он не навредит, и семье тоже. То есть, вот эта правовая коллизия на самом деле о безответственности волонтера, она заставляет искать действительно модели, где эта штука минимизируется. И вот модель, где берется шефство раз, где заключается соглашение между отдельными волонтерами семьей два, это очень классная штука. Другое дело, что если семье нужна комплексная услуга, или, например, нужна какая-то смена волонтеров, там, во вторник один, там, в среду другой, там, то, конечно, семья четнется заключить договора со всеми, вот, и, наверное, обозлиться справедливо, вот, но как это решать, я еще тоже не знаю, какие там могут быть версии, но, в общем, мне эта штука понравилась, я ее оценил и хотел с вами тоже поделиться. но мы с вами идем дальше, да, вот, теперь давайте про, соответственно, волонтеры и учреждения. Итак, смотрите, что у нас есть. у нас есть вот это постановление правительства о взаимодействии волонтерских организаций и государственных учреждений. Я вам, там потом будет ссылка, где вы все это посмотрите, если в сайте, если в чате, в чате потом спросите, я вам скину потом все эти документы, но у нас на сайте мы их специально все выкладываем, чтобы и самим, в случае чего, долго не искать. На самом деле, классная штука это постановление правительства, вот, оно, по-моему, 18-го года, вот, и оно много раз нас выручало, очень много раз. Оно выручало нас в том числе и во время дискуссий, дискуссий, когда в Москве писались разного рода регламенты по волонтерству и когда кто-то из коллег предлагал какую-то ерунду, то мы вполне могли сказать, это прямо противоречит постановлению правительства. И тогда вопрос просто не снят, все, вот, это очень круто. Так вот, есть постановление правительства о, соответственно, волонтерах и казенных учреждениях. Значит, в чем его крутотень? Крутотень. Первое, что оно есть. Вот раз оно есть, и вот помните, кто-то из вас сказал, да, а может быть, директор пошлет вас в лес. Но вот при нем как-то вот не очень пошлет. То есть, в принципе, любой директор, поскольку мы уже поняли, что волонтерство это как бы такая вот такой сферический конь в вакууме по отношению к государственным учреждениям, любой директор любого учреждения может сказать, нам волонтерство не нужно. Может, имеет право полное. Закон не запрещает. Но с учетом уже вот этой всей нормативной базы, с учетом практики, с учетом вот этой линии партии, правительства, руководства многих городов, или там, по крайней мере, крупных городов, Москва, Питер и многих других, вот уже не скажет. Уже не скажет, потому что вы тогда постановление правительства, мы сейчас это поймем, да, оно предлагает механизмы разрешения этих вопросов. Так вот, обязывает, да, это постановление местной власти прямо утвердить порядки взаимодействия. То есть, вот опять же, большая часть субъектов, это не секрет, это просто признание то, что у нас на бумаге часто все равно не доходит до дела, большая часть субъектов не приняли никакие нормативные акты по волонтеру. То есть, в каких-то субъектах есть фейковые, то есть, не работающие, какая-то ерунда, в каких-то есть реально работающие, вот как пример Москва, может быть, и у вас, я не хочу обидеть ваши регионы, вот, а в каких-то нет ничего на эту тему, вообще, от слова совсем, и как-то все живы, но тем не менее, есть приказ, приказ, который надо все-таки выполнять, вот, этот приказ есть, и поэтому здесь правда на стороне общественников, вот, итак, первое, зеленый свет обязывает, прям, местные власти этой темой заняться и нормализовать, и дает определенные требования, требования, как это все должно быть, и задает приоритетную модель, вот здесь я прошу вас понять, в чем важность этой приоритетной модели, и почему вот эта приоритетная модель, дело в том, что по неизвестной мне причине, вернее, понятно на самом деле причина, но мне никто в ней не признавался, что постановление правительства описывает только одну модель взаимодействия, супер выгодную для нас, супер выгодную для нас, вот, и не описывает другую модель, сейчас вы поймете, о чем речь, вернее, не описывает никакую другую, никакие другие не запрещены, соответственно, любая больница может работать с волонтером, как ей хочется, но поскольку нормативная база есть только под одну модель, то, соответственно, никто из директоров ответственность брать в параллельном пустынном мире не будет, они все вынуждены брать ответственность в пространстве, где есть нормативная база, вот, собственно, эта модель, эта модель, где оператором, оператором волонтеров является НКО, и НКО со своим брендом, со своей ответственностью приходит в учреждение, и уже учреждение понимает, на ком лежит ответственность, ну, прежде всего на самом учреждении и на договорном формализованном партнерстве с НКО, ответственность за работу волонтеров, и тогда с директора камень сваливается с его плеч, и он говорит, как хорошо, наконец-то теперь я понимаю, что у меня происходит, вот, собственно, эта модель, волонтеры часть НКО, НКО вместе с волонтерами как единое целое приходит в учреждение, на территории учреждения НКО реализует свои, вот тут я тоже подчеркну, помните, я вначале вам говорил, свои задачи на территории НКО, ой, на территории учреждения, и в принципе нет никаких противоречий, чтобы учреждение сказало, нам это не нужно, то есть оно, конечно, скажет, что нам это не нужно, но это недостаточное основание для того, чтобы нас вышло, вот, и учреждение открывает доступ к подопечным, вот, вот это вот и есть приоритетная модель, где, еще раз скажу, операторам не является НКО, какая модель не описана, может, вы подскажете, или какие еще варианты не описаны, ну, да, да, задача в уставе, ну, конечно, в уставе, ну, с одной стороны в уставе, с другой стороны, ну, скажу так, кто его читал, ну, то есть в хорошем смысле, в хорошем, то есть, например, ваше НКО приходит, приходит в дом престарелых, говорит, вы знаете, мы бы хотели проводить психологические тренинги, ну, у вас там психолог, например, все по-честному, проводить хорошие психологические тренинги для одиноких бабушек, ну, может быть, у вас в уставе нет такого, но с другой стороны, ну, кто его читал, то есть, ну, как бы, в хорошем смысле, так, а по большому счету, формально, да, в уставе. Не описана модель, когда волонтер напрямую приходит в учреждение или к подопечным? Ну, собственно, да, собственно, вариантов в моей голове немного, да, совершенно верно, спасибо. Да, модель, когда волонтер сам приходит в учреждение или зеркальная модель, когда учреждение само зовет волонтера. Вот, она не прописана, и поэтому директора ее боятся, вот, хотя имеют право полностью все это делать. Но это половина, половина проблемы, а вторая половина в том, что, опять же, а кто за все платит? Почему модель, которую вы видите, она, имеет жизнеспособность, потому что НКО само придумало проблему, само нашло деньги для решения проблем, само нашло волонтеров, все с ними сделало, а потом пришло в учреждение и подарило учреждению целый комплекс супер вещей, ну, вещей в смысле хотите услуг, или даже вещей, вот, томографы иногда дарят, вот, за миллиард долларов и так далее. а потом еще и с благодарностью всех поблагодарим. То есть, конечно, это выгодно и с этой точки зрения, и с точки зрения ответственности все понятно, и так далее, и так далее. А когда нет НКО, тогда директора разводят руками, кто за все платит, кто несет ответственность, и так далее, и так далее. Вот, поэтому это приоритетная модель. Вот, соответственно, какие предъявлены требования. НКО просто пишет заявление на имя директора в любой точке Российской Федерации, директора соц.мед.учреждения. И там есть перечень, что он там предлагает, что мы будем делать, кто мы такие, какого ответственного предлагаем, и так далее. НКО не обязана оправдываться, почему оно решило, например, детям-сиротам подарить кулинарные мастер-классы. Это вот вообще не дело директора узнавать почему. Вот мы захотели им подарить кулинарные мастер-классы. Конечно, директор в ответ, и мы с таким встречались, может сказать, вы знаете, у нас этих мастер-классов каждый день там вообще тоннами проходят. Вот, здесь, конечно, нам возразить нечего. Ну, предположим, они правда проходят. Может быть, он врет, но мы же не можем стоять секундомером и все проверять. Вот, но тогда, да, мы какой-то другой разговор, значит, затеиваем с этим директором и так далее. Вот, либо были случаи, когда мы действительно не находили общего языка и не работали с этим учреждением, потому что там директора на все вопросы говорили, а у нас этого каждый день тонн. Вот, ну, бывает и такое. Вот, но директор обязан дать письменный ответ. Письменный, письменный. И если вы все-таки хотите туда попасть, то значит, вы вправе эту штуку обжаловать. Обжаловать высшестоящую инстанцию, то есть местное министерство, которое тоже должно вам дать письменный ответ. Или все-таки сказать директору, что он неправ. То есть, у вас есть не одна попытка, а несколько попыток с высшестоящими инстанциями. Это очень круто. Вот, и дальше эта вся штука предписывает, что было заключено соглашение. Ну, соответственно, понятно, да? А соглашение давайте пропустим. Понятно, там о чем речь. Они везде примерно более-менее одинаковые. Но соглашение, вы вправе туда вписывать все, что вы считаете нужным. Например, вам нужен шкафчик для одежды, или вы хотите по праздникам привозить на машине подарки. Нужно, чтобы вам охранник пускал поближе к какому-то дальнему корпусу. Соответственно, вы тоже это все вправе прописывать в соглашении. Вот. Но, даже такое супер-классное постановление правительства, еще раз скажу, я вам сейчас все ссылки, ну, не сейчас, в смысле, попозже дам. Все у вас будет. В чем главная проблема? Что делает госчереждение преступными крепостями? Может быть, вы мне ответите на этот вопрос. Вроде я вам так все позитивно рассказал. Вот. Пожалуйста, пишите, вас пускают, говорят, да, пожалуйста, приходите. Вообще не вопрос. Но. И вот это вот но в состоянии полностью, полностью блокировать всю вашу работу. На практике, те, кто работает с учреждениями, какая одна из основных проблем работать с учреждениями? Даже с теми, где директора говорят, да мы вообще, что, мы вас любим, приходите. что является одной из самых проблемных зон. Мне кажется, когда начинают в чужой монастырь со своим уставом лезть и учить профессионалов работать, не правильно критиковать. это этическая проблема. Я не про это. Я не про это. Формальный вопрос. Вы здесь совершенно правильно говорите про этическую проблему. И многие учреждения, и поскольку вот нам доводилось учить учреждения, то это одна из обид, таких справедливых обид, что вот к нам, не знаю, пришла, вся из себя святая, давай тут говорить, какое мы полное говно, давай нам рассказывать, как мы должны работать, и так далее, и мы вообще больше не хотим таких в жизни видеть. Вот. И это справедливая обида. Да. Но мы не про это. Я абсолютно про формальный вопрос. Про формальный. Там кто-то что-то, по-моему, написал, оно у меня убежало. Нет полного доверия к волонтерам и зарегулированность. Вот что пишут в чате. А, понятно. Ну, про доверие это тоже вопрос этический, и он на 50% справедливый, а на 50% это просто ширма, за который, за который говорят, ну, как же так, вы придете, и что это вы будете с ними делать? У вас что, есть медицинское образование? Вот. Ну, это, конечно, хрень собачья. Потому что мы уже договорились, что волонтеры не претендуют на профессиональные услуги в подавляющем большинстве случаев. А если претендуют, например, волонтеры, психологи, логопеды, они могут подтвердить свою квалификацию, и в данном случае действительно они в состоянии профессионально выполнять свою работу. закрытость от общества. Но это тоже общая вещь. Вот зарегулированность. Вот кто там писал зарегулированность? Что вы имеете в виду? Здравствуйте. Это я написала. Это учреждение, оно работает в соответствии с нормативными документами, со своими уставами. закон у них там, о них каких только нет. Поэтому они в любом... Да-да-да, супер-супер. Ну, безусловно, вы ответили то, что я хотел, но я хотел еще более сузить. Вопрос действительно в зарегулированности. И про регулированность я вам такой лайфхак скажу. Вот сейчас вы видите слайд, то, о чем я хотел сказать. Не определены правила допуска. То есть ни закон о волонтерстве, ни постановление правительства, ни часто нормативные другие документы не определяют правила допуска. Они иногда намеренно обходят этот вопрос. Это такая возможность, возможность оставить у себя такой потайной рычаг, способный перекрыть все. Вот. Правила допуска не определены. И вот здесь как раз вот то, что вы сейчас сказали, простите, я не уловил имя, потому что я пока вижу только презентацию, вас, к сожалению, я не видел. Вот. То, что вот вы сказали, вот ссылаются на какие-то внутренние, значит, нормативы и прочее. Вот я вас прошу, запомните один раз и навсегда. Один раз и навсегда. Ни в каких внутренних нормативах, связанных с соцмедучреждениями, слово волонтер не присутствует. То есть, ни на что сослаться не могут. Вот если в ответ вам говорят, например, мы не можем, потому что то и сё. Вы скажете, покажите мне этот документ. Вам ничего не покажут. А если покажут, и вы прочтете этот документ, слово волонтер или доброволец, там будет отсутствовать. Отсутствует. Вот. Единственное исключение, время ковида. На время ковида действительно были приняты нормативные акты, связанные с ковидом, где слово волонтер появилось. И действительно, там было достаточно всё жёстко. Но во всех других нормативных актах слово волонтер просто отсутствует. И вы смело можете говорить, ещё раз скажу, покажите мне на основании чего вы, например, требуете от нас, вот от нас как-то в одном месте требовали, а пусть к нам приходят волонтеры, имеющие педагогическое образование. Они же с детьми будут работать. Мы говорим, покажите нам, где это сказано, что с детьми могут работать только люди из педагогического образования, только волонтеры. Естественно, показать ничего не могут. Вот. Потом говорят, давайте медкнижки. Мы говорим, покажите нам документ, предписывающий волонтерам иметь медкнижки. Таких документов не существует, в принципе, не существует. Или там еще что-то такое. Поэтому, значит, учреждения воспринимают. Вот почему я помню, я вам вначале сдал эту логику. И на мой взгляд, она железобетонная. Если мы на нее опираемся, то, соответственно, вся задачка решается. Если мы на нее не опираемся, задачка не решается. Волонтеры для учреждений бесплатная рабочая сила. Раз бесплатная рабочая сила, раз бесплатные работники, работники с нулевой оплатой, значит, соответствуйте требованиям персонала. Даже любая уборщица в детском доме должна иметь медкнижку. Ну, там какой-то неполный набор анализов. А я вам говорю, волонтеры это посетители учреждений. Посетители. Даже в тюрьму посетителей пускают без каких-либо условий. Лишь бы человек заблаговременно показал паспорт и подтвердил свою безопасность. Все. Соответственно, кроме темы ковида, кроме темы ковида, к волонтерам неприменимы никакие требования, связанные с персоналом. Вот. Это, я надеюсь, вы усвоили. Если от вас их требуют, требуют незаконно. Что на практике? Значит, эта проблема на практике не решена. То есть, на самом деле, директор говорит. Я хочу, чтобы вы сдавали анализы на коре. Вы говорите. А где это сказано? Он вам показывает какое-нибудь эпидемиологическое предписание трехлетней давности, где слово волонтер отсутствует, но сказано, что все в соц. мед. учреждения должны быть привиты на коре. Вы говорите. Ну, там же нет слова волонтера. И вы так можете бодаться до второго пришествия. Он вас все равно не пустит. Вот. То есть, поскольку эта проблема на эфиральном уровне до сих пор не решена, на самом деле. Но правда на вашей стороне. Требования недопустимы. Есть методические рекомендации Минздрава и Минтруда, которые частично эту проблему снимают. Они прямо говорят, на каких основаниях допускать волонтеров. Я вам скажу сразу здесь по секрету, который уже не секрет. Допускать на основании просто того, что человек гражданин. Все. Точка. Вот. Но это рекомендации. То есть, любой директор может выкинуть эти методические рекомендации в помойку и сказать, я не хочу им следовать. Это имеет право. Вот. Соответственно, ну дальше тут прописано, почему они вот тут боятся. Да? Вот. Теперь. Вот теперь, наконец, эти проблемы с персональными данными здесь тоже. Мы уже это с вами обговорили. Вот. Вот. Но одна из проблем, связанная с этим, что учреждения требуют от вас персональные данные. И они иначе вас не пустят. И вы вынуждены нарушать закон и дарить им эти данные. Потому что учреждения в ответ не дают вам никаких соглашений и обязательств, что они с этими данными будут делать. А на практике они ничего с ними не делают. А просто эти сканы партпортов валяются на охране, что вообще недопустимо. Ни в каких смыслах. Вот. Или какие-то списки с полными данными тоже там валяются где-то в урне на этой охране. Вот. Или принесенные вами справки медицинские. Это тоже персональные данные, безусловно. Какие-то там справки принесенные. Вот. Они валяются где-то в столе или под столом у какой-нибудь там старшей медсестры. Вот. То есть это все грубейшее нарушение законописновенных данных. Но здесь мы в проигрышной позиции. Мы здесь делать ничего не можем. Мы же не можем целую больницу переделывать. Ну, то есть, не знаю, у кого на это есть силы, здоровье и прочее. Вот. Ну, так вот. Вернемся к... На что теперь опереться на практике. А как можно эту ситуацию с допуском волонтеров со всеми этими предписаниями разрешать? Здравый смысл нам говорит, что есть три вида волонтерства. Если вы предложите другой вариант, пожалуйста. Первое. Есть волонтеры с компетенциями, профессиональными компетенциями. Не бытовыми, как больше говорить, а профессиональными компетенциями. И эти волонтеры могут выступать профессиональными помощниками персоналу. В частности, вот волонтеры медики, например. Или действительно, может быть, там волонтер-психолог, который на волонтерских началах в качестве дополнения, по сути, становится в кавычках работником. То есть, ему учреждение ничего не платит. Но этот человек там каждый день ходит на 8 часов, работает, полностью делает все то же самое, что и штатный психолог. Просто штатного психолога там условно не хватает, потому что 200 детей, а он один. И какой-то доброход или от организации готов тоже помогать. Ну, то есть, по сути, он становится вторым психологом. Он не выполняет госзадания, потому что по госзаданию психолог один. Он не дублирует работу этого психолога. Он просто пытается помочь тем детям, на которых не хватает этого госзадания. И это все верно, все правильно. Но с такого человека вполне можно, да, потребовать определенные какие-то справки, потому что он полноценно включается в жизнь учреждения, оказывая полноценную услугу. Соответственно, к таким людям применимы те же требования, ну или близкие требования, что и к персоналу. И здесь, безусловно, все оправдано, на самом деле. Но подавляющее большинство волонтеров – это просто те, кто в самом таком формальном смысле организует досуг. Сюда мы включим общение, игры, творческое развитие, бытовые навыки, кулинарные мастер-классы, спорт и так далее. И так далее, и так далее. Это, ну, вот, описывается в основном досуге. В данном случае волонтеры не выполняют никаких профессиональных обязанностей. И поэтому, соответственно, к ним требования должны быть либо неприменимы, либо какие-то супер минимальные. Супер минимальные, потому что мы, как организаторы, являемся заложниками. Как только мы волонтерам говорим, слушай, иди-ка принеси пять справок, мы его больше никогда в жизни не увидим, этого волонтера. Соответственно, мы должны постараться уложиться в то, чтобы волонтер сделал один визит ко врачу. На это еще многие согласны. Один визит ко врачу, ну, или, может быть, еще максимум второй раз просто зайти, забрать справку. Вот, на это еще более-менее люди соглашаются. Соответственно, мы должны это минимизировать. Отсюда, именно из-за этого одного визита ко врачу и родилась та практика, о которой я вам скажу. И есть волонтеры, просто гости, которые приходят разово, но их всегда пускали, естественно. Просто там. То есть, в какую-то супербольницу приезжает творческий коллектив или известный футболист, их просто пускают, и все. Другое дело, что на этом же фоне могут нас не пустить, как обычно, там, никому не нужны, там, кому-нибудь никого. Вот, но футболиста пустят. Вот, поэтому, соответственно, вот три категории. И мы сделали так в свое время, что эти три категории как раз появились в федеральных документах. Ну, не я лично, но вместе с коллегами, с друзьями, с нашими, участвуя в разных заседаниях, комиссиях и прочее, мы добились, что вот эта логика, она вошла и на федеральный уровень. В частности, в те методические рекомендации, которые я упомянул, и которые тоже ссылки вы все получите. Там эта логика присутствует. Вот. Соответственно, действующие рекомендации, позитивные, вы их все получите, вы можете это не читать. Главное для вас вот эта ссылка. Видите? Danilovs.ru. Слэш документы. И вот это слэш документы, там еще есть закладочка, тоже закладочка. Вы тоже там прочтете какое-то слово. Я забыл тоже, может, слово документ. Там просто три закладки. Вы там найдете, прямо вот скачаете PDF-ки всех этих супернормативных актов, о которых я говорю. Теперь, как работает московская норма? То есть, что нам удалось добиться в Москве при понимании и при партнерском отношении с московскими властями? Значит, первое, как я уже сказал, руководство заинтересовано. В том, чтобы НКО был. Значит, да, вот эти все апелляции, это все у нас работает. Вот. Вот, да, последний пункт для нас важен. О чем нам удалось когда-то договориться? Когда-то договориться. Что, несмотря на то, что логика, о которой я вам говорю, да, Лиды, спасибо за ссылку, логика, о которой я вам говорю, она железобетонная, но на практике действительно ее никто не принимает. Потому что, еще раз скажу, документов федерального уровня, там, правительства или еще что-то, которые как раз вот эту логику утверждают, нет. Но есть вот всякие методические рекомендации, которые можно выкинуть в помойку. Соответственно, нам удалось найти компромисс. Что волонтеры, обычные волонтеры, они вот как раз делают этот какой-то один визит ко врачу. И приносят сейчас, они должны принести три справки. Но по факту много где их тоже не требуют. Вот. И, собственно, за это им тоже ничего не будет. За то, что они не требуют эти справки. Справка об эпидемиологическом окружении, то есть осмотру терапевта. То есть прежде, чем волонтер идет к детям или в больницу, или еще куда-то, он должен показаться терапевту, чтобы у него не было явных признаков какого-то суперзаболевания, которое может быть там опасным. Вот. Эта справка, она получается за один день. Значит, второе, это справка, прививка о ковиде. И частично, не везде, но частично просят еще флюорографию, вот, тоже, опять же, чтобы прикрыться. То есть в чем есть проблема директоров? Директора часто в частном разговоре нам прямо говорят. Ребят, мы понимаем, когда я, ну, вот я как бы от имени директора, да, еду в метро, я могу привезти в больницу миллион видов заболеваний, от которых могут заразиться и пострадать мои пациенты. И поэтому я понимаю, что все эти справки, все это чухня полная. Вот. Если человек сам не следит за своим здоровьем, если человек сам безответственно подходит к себе, то, соответственно, он может заразить кого угодно. Если человек сам контролирует свое здоровье, если он там признаки заболевания, там еще что-то, и он сам не пойдет в больницу, предупредит заранее, то он молодец. Но, говорит он, к нам часто приходят проверки там вплоть до прокуратуры, и, соответственно, да, 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 я же про это и говорю. Вот, там, врач, мол, да, конечно, они это все понимают. Но проверки должны, проверки часто не разбираются, понимаете, там, врач не будет, человек из прокуратуры говорит, слушай, давай вот логику разберем, вот это вот все, что я с вами сегодня разговаривал, давай я вам все разложу по полочкам, и тогда ты, наконец, поймешь, какие волонтеры хорошие люди. Понятное дело, что там, вот, санэпиднадзор и прочее, им наплевать, какие волонтеры хорошие люди. И, соответственно, нужно хоть что-то, хоть что-то, вот эти списки, которые получаются от нас, там, часто незаконно, вот, нужны какие-то вот эти справки, абы какие, вот, и так далее. И вот мы договорились об этом минимуме, вот, в Москве. И он себя зарекомендовал как рабочий, как рабочий. То есть, соответственно, волонтеры часто не против такого минимума. Теперь опыт Даниловцев, значит, как мы работаем, и на этом, собственно, я дальше готов перейти к вашим ситуациям или еще что-то и так далее. Значит, ссылка та же, по этой же ссылке вы найдете и примеры договоров с учреждениями, и наши правила для волонтеров, для координаторов, и там все это найдете. Значит, с учреждениями подписаны договоры, волонтеры заполняют анкету у нас, значит, полную. И в анкете стоит подпись, как раз в анкете у нас стоит подпись, что я с правилами согласен. И в анкете же два абзаца, которые говорят про персональные данные. То есть человек стоит две подписи с правилами работы волонтеров согласен и ведусь их соблюдать. И мы даем эти правила, конечно, читать и отвечаем на все вопросы. И про персональные данные. А в анкете как раз эти данные содержатся, мы не собираем следить ничего лишнего, анкета достаточно краткая. Да, анкета, у нас волонтеры обязательно оставляют паспортные данные, иначе они просто не попадут в учреждение, потому что все учреждения режиме. Вот, волонтеры проходят два собеседования. Первое собеседование общее, да, хранимое в сейфе, там, ну, вот, почти так, как предписывает закон, вот, но сейф запирается на ключ и так далее, да, совершенно верно. Вот, значит, волонтеры два собеседования, одно общее у нашего HR-специалиста Елены Куликовой, король 10-го числа, пометьте себе, занесите в график, не ставьте на это время никаких вещей, обязательно вам надо со всеми встретиться, просто сейчас такая накладка небольшая, Лена, к сожалению, не может сегодня, вот, и она сможет 10-го числа вам все рассказать. Вот, Лена, гениальный HR у нас. И второе у конкретного координатора, и в обоих случаях мы оставляем за собой право отказать волонтеру без объяснения причин, и мы волонтеру это озвучиваем. На чем основано это наше право отказать без объяснения причин, это все очень просто, волонтеры в большинстве случаев это понимают. У волонтера, у волонтера это следует из всего того, что я говорил, есть право в любой момент отказаться от помощи и слиться. А у нас есть право, уравновешивающее это право, в любой момент отказаться от услуг волонтера. Звучит, может быть, немного жестко, но волонтер заранее должен об этом знать. За всю нашу историю таким правом мы воспользовались считанные единицы раз. В большинстве случаев, если отказывались, то объясняли, но были случаи, где объяснения были не нужны, или они могли бы как-то оскорбить волонтера, когда волонтер сам не понимал искренне, что он делает что-то не то. Ну вот два случая, или три там, что-то такое было. Вот. Волонтеры руководствуются тремя правилами. Правила движения Даниловцы, они у нас есть на сайте. Правила волонтерской группы, они вырабатываются самой группой и озвучиваются координаторами. И правила учреждения, они озвучиваются тоже координатором, именно как условия работы в учреждениях. В некоторых учреждениях правила, ну, например, там в детском наркодиспансере мы сейчас там не работаем, потому что он закрылся. Но когда мы работали, там, например, колющие, режущие предметы там не могли быть принесены на территорию учреждения. Вот. И так далее. Соответственно, координатор является сотрудником движения Даниловцы, с ним заключен договор прямо рабочий. Именно он отвечает за работу волонтеров. Таким образом, мы выкручиваемся из той ситуации, о которой мы говорили с вами всю эту дорогу. Если координатор – волонтер, то мы тогда вообще не очень понимаем, кто и как там что-то контролирует всерьез. Нам нужно, чтобы этот человек сам твердо ощущал себя на ногах, как сотрудник. И тогда он может сказать учреждению, я сотрудник, я отвечаю за то-то и то-то. И он мог сказать нам, вы меня условно наняли для того-то и того-то, и я это делаю. А вот это там условно я не делаю или еще что-то. То есть нам нужен нормальный деловой разговор с человеком. Платим мы таким людям, к сожалению, потому что мы не богатая организация. Деньги очень скромные. В среднем это где-то 5 тысяч в месяц. Но, тем не менее, это трудовой договор. Координатор руководствуется правилом координатора, который также вы можете найти на нашем сайте по этой ссылке. Это все мы тоже вышли. Так, смотрите, значит, то, что я хотел вам рассказать, да, в таком монологичном режиме, но мне представляется, что если вы это будете знать, или, может быть, вы знали уже это до меня, вот, то тогда это очень сильно облегчит вам реальную жизнь в работе с государством. Какие аспекты вашей деятельности я не закронул, может быть, вот эта правовая тема прошла мимо чего-то. В принципе, я не закронул, но вы хотели бы этот вопрос получить сегодня ответ, и вы его, в принципе, не получили. Вот, если у вас вопросы по правовой теме, ну, то есть, может быть, есть частные вопросы, потому что я говорил, помните, я сказал, если у вас другой опыт, я буду рад и благодарен, если вы им поделитесь. Вот, но, может быть, у вас есть что-то, вот, что я вообще мимо прошу. Да, там вопрос, мы писали, как относимся к НКО, к волонтерам, которые волонтерят в разных НКО. Вы знаете, ну, чисто по-человечески, если это волонтер, ну, давайте так тоже, раз у нас такой правовой разговор, немножко циничный, если это волонтер, в которого мы вложились, чисто по-человечески, мне иногда так немножко завидно. Ну, или не завидно, а как-то, не знаю, какое подобрать чувство, Лида, психолог, она подскажет. Ну, в общем, что-то в этом духе. Завидно-завидно. Да, завидно, вот, что кто-то получил классного человека, которым мы и сами дорожим. Но дальше я вам честно скажу, что я отношусь абсолютно спокойно, потому что я понимаю, что, ну, а какие у меня основания сказать ему, как бы, иное что-то. Да, у меня таких оснований, во-первых, по, как раз, прежде всего для меня, что важно, по вот этой правовой стороне дела, ну, а что я ему скажу, находишь, что ли? Вот, с другой стороны, конечно, может быть, там тоже нужна помощь, но так по-человечески, да, зависть у меня присутствует. И такие волонтеры у нас есть, и даже вот среди координаторов у нас есть и среди сотрудников те, кто имели и имеют опыт во волонтерстве в других организациях. И на самом деле я как-то вот наведу завистью, у меня такое вот чувство восхищения, что ли, откуда у человека столько сил, вот, чтобы быть помощником в разных местах. Так, в одно учреждение сходят волонтеры двух НКО, почти все учреждения, где мы волонтерим, туда ходят много НКО. Москва единственный регион в России, который добился того, что, по крайней мере, среди социальных учреждений, стационарных, не осталось ни одного, где нет волонтеров. Во всех учреждениях ходят волонтеры, и часто это несколько НКО. Так, если есть анкеты от персонала, да, да, были такие порывы, вот, порывы от персонала, приписать к себе наших волонтеров, давать им анкеты. Мы против, мы прямо заявляли, что анкетировать наших волонтеров вы не можете. И дальше вот читайте обратно, раскручивайте весь наш разговор. Во-первых, вы за них не платите, за этих волонтеров. Но это я, опять же, давайте делать скидку на то, что я подустал и говорю уже немножко цинично. Вот, вы не вкладываете ваши ресурсы в организацию волонтерского труда. Это раз. Во-вторых, да, во-вторых, соответственно, мы несем ответственность как НКО за работу волонтеров. Поэтому, как бы, да. Вот, но, 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 никто, и я тоже, не могу запретить, то есть, мы пресекаем таким образом анкетирование, которое пытаются делать через нас. То есть, говорят, пусть ваш координатор соберет все данные, нам передаст. И мы тогда говорим, вот, идите вон. Но, если сотрудник учреждения просто в частном порядке будет по очереди подходить к волонтерам и говорить, слушай, вот, ты в учреждении, тебе надо что-то сделать. Запретить это мы ему не можем. То есть, вот, никак. Мы считаем это плохо, и мы прямо говорим, что мы возражаем, но запретить такой порядок действий мы, к сожалению, не можем. Вот. Да, комментируйте, пожалуйста, да. Да, Юрий, я, возможно, неправильно вопрос формулировала. На самом деле, я хотела спросить, если поступают заявки на волонтерскую деятельность от сотрудников учреждений. То есть, медсестры, например, в интернате, они говорят, мы хотели бы в свободное от работы время тоже осуществлять в волонтерскую деятельность. А. В своем же интернате? Или в другом месте? В своем же интернате. В своем. У нас таких случаев не было. У нас есть случаи, когда сотрудники... У меня просто тоже, я не знаю, как на это реагировать. Я бы предлагала где-то в другом месте. Ну, вот у нас, кстати, была такая ситуация, что одна сотрудница интерната, в которой мы тоже работаем, говорит, хочу волонтерить, но она волонтерила в другом интернате, там, по соседу, в котором мы тоже работаем. И она, как бы, мы сначала так немножечко настороженно относились, но оказалась чудесным волонтером и вот уже стабильно посещает год где-то. Ну, здесь помните, вот как вы сами мне подсказали про вот эти семьи иммобилизованные, если вы этим сотрудникам разложите какие-то выдержки из того, о чем мы сегодня здесь говорим, ну, прямо им объясните. Вот смотрите, вот вы до семи работаете, с семи вы волонтер. Хорошо, что из этого следует? Из этого следует вот все то, о чем мы сегодня говорили. И если человек говорит, да, я это понимаю, что вот с семи часов я уже не подчиняюсь директору, а я подчиняюсь вам, как и на кого, да? И вот этим людям я бы точно предложил какое-то соглашение, вот, чтобы они могли перед директором прикрыться. Это не только, чтобы я их контролировал, да, а чтобы они сказали директору, слушай, ну, я вот до семи, да, а потом-то я вот у меня соглашение вот с фондом «Ромашка». Вот, я там волонтерик. То есть вы тоже позаботитесь об этих людях, тоже любите их, защищайте и прочее. И это соглашение тоже им поможет. Но им придется голову менять. То есть семья у меня одна голова. Да, да, это проблема жуткая. У меня другая голова. Да, 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 да. И там, естественно, все эти социальные связи с другими сотрудниками, это будет очень трудно. Но, в принципе, я предполагаю, что такие искренние, отзывчивые доброходы, конечно, есть, и это было бы неплохо. Но вот мы в эту тему войдем, я надеюсь, войдем, если у нас получится, частично с тем, что мы хотели бы в этом году запустить проект как раз, когда дети-подростки помогают волонтерить, сироты-сироты, и с ними в обязательном порядке будут как раз сотрудники учреждений. Тоже на волонтерских началах. Мы, видимо, вот, ну, почувствуем на себе всю непростоту этой истории. Но пока у нас такого по-моему. Юра, еще два вопроса. Да, 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 да. Все, говори. Такой вопрос. Вот поднимался вопрос по поводу медкнижек-волонтеров при ВИВА, в том числе против ковида. У нас были ситуации, когда люди искренне хотели принять участие в выходах в подшественную больницу, четвертую радскую, но сейчас она уже, там, немножко более закрытый режим не пускает волонтеров. Но не у всех, допустим, были сертификаты или прививки от ковида. Это тоже было поводом для отказа людям. Насколько обязательным являются эти требования. Во-первых, у нас очень многие ребята, вот именно наши в храме, они, в принципе, настороженно относятся к самой идее привива от ковида. Я уж не знаю, почему-то среди православных прям анкредные непринятия вакцинации. Вопрос очень понятен. Именно про ковид я специально сделал оговорку ковид за битамином. Все. То есть все, что связано с ковидом, вы не перейдете, не перепрыгнете, не объедете, ничего не делаете. Вот. То есть и медицинские учреждения до сих пор находятся под жесткими предписаниями по ковиду. Причем это тоже бред, потому что в бытовой жизни ковид превратился, в общем-то, в насморк, и уже всем на все наплевать, но предписания, они очень железобетонные, не остались, и поэтому, к сожалению, тема с ковидом, да, его вы никак не объедете. Я поняла. Да. Для совета. Друзья, да, Лидия попросила написать отзывы в чат, нам, с одной стороны, очень важны ваши опублики. А можно вопрос? Он не про организацию посещения, а про посещение семей. Как вот с точки зрения документов НКО может подстраховать семью, привлекая волонтера на помощь на территории семьи, в квартире? Потому что, ну, не всегда получается очень глубоко проверить волонтера, насколько это добропорядочный, честный человек, и когда там человек оказывается на территории, ну, чтобы не было никаких криминальных ситуаций. Есть такие кейсы? Да, только, да, я сейчас скажу, вот, только здесь, пожалуйста, вы учтите, эта штука зеркальная. Потому что 50% случаев, хотя, на самом деле, на мой взгляд, сильно меньше, если человек прошел у вас все проверки и так далее, там будет 10% случаев, что к вам пришел какой-то странный человек, и 90% случаев, когда на территории квартиры находятся какие-то странные люди. Вот. Как раз для меня это, скорее, вопрос безопасности волонтера. Не потому, что его там убьют, конечно, его там никто пальцем не тронет, но известны случаи, когда звонили в милицию и говорили, а что он тут шастает, там, или, там, говорили, что он украл кольцо золотое, там, или что он не так помыл окно, и теперь должен его перемывать, там, или еще что-то такое. Вот. Вообще, значит, волонтеры на территории, на территории квартир – это одна из самых проблемных, рискованных ситуаций во всех смыслах. Я бы здесь, если это не разовая помощь, человек принес продукты и ушел, а если это такая опека над семьей, когда человек там должен появляться мало-мальски регулярно, я бы все прописывал в договоре, все прописывал в договоре, вплоть до совершенно жуткой строчки с точки зрения семьи, но с точки зрения нас обязательно необходимой, что волонтеры не отвечают за результат своего труда. Вот. И семья должна это подписать. И только на этих основаниях волонтер на регулярной основе входит в семью. Вот. Но это я говорю про себя, да? Вот. У нас были случаи, когда у нас был целый проект, потрясающий проект благотворительных ремонтов, и мы сломали себе зубы на том, что даже при всем том, что я говорю, у нас было два ремонта, после которых мы проект закрыли, когда люди писали условно в спорт лото, жалуясь на то, что даниловцы им сделали плохой ремонт. При том, что этот ремонт, его реально делали, понятное дело, волонтеры как могли, но ремонт был нормальный, ну там, да, там какие-то там, не знаю, углы у плитки там не так сходятся там, или там еще что-то такое, вот. Но при этом до этого у человека был сгнивший полуразрушенная квартира, не пойми чего, после ремонта у него было цивилизованное жилье. Но при этом человек все равно был недоволен, вот, и так далее. Поэтому, соответственно, ну, как бы два скандала мы не пережили. Один скандал пережили, потом так просто совпало, как-то у нас было подряд два скандала, вот, мы проект закрыли. Поэтому это одна из самых красивых проблем. Но обязательно, да, у нас есть. Кстати, очень жаль, мне помогали ребята, их ремонт. Мы сами жалеем. Я до сих пор была жарна очень, да. Так, друзья, смотрите, я еще здесь, если у вас есть вопросы, я с радостью готов остаться, как-то с вами порассуждать, на что-то ответить. Если вдруг кому-то уже надо бежать, то я так понимаю, спасибо огромное. Только не забудьте написать отзыв в чат, потому что это обязательная часть отчетности. Вот. Значит, зачем Татьяна Костева? Ну, смотрите, у вас же, особенно с социальным годом, у вас, безусловно, эта штука должна быть формализована. Это взаимная, долгосрочная ответственность, даже если она юридически, условно говоря, не очень правомощна. То, в любом случае, для вас, конечно, конечно, это все очень сложно, очень сложно. Да, но я здесь даже больше не... Понятно, что про добровольный социальный год, но еще к волонтерам выходного дня просто, к сожалению, есть тоже требования. Здесь мне жалко бумагу вашу, потому что мы отказались от этого. Вот. Даже, даже подписывая вот эту одну маленькую анкетку на одну страничку, у нас уже забита полка полностью вот этими бумагами. Целая полка в этом нашем несгораемом шкафу. Если бы мы подписывали договора на 4, 5, 6 страниц, то весь шкаф уже был бы забит бумагами. Зачем они там стоят, совершенно непонятно. Вот. Поэтому мне жалко бумагу. Ну, пусть подписывают, если у вас много несгораемых шкафов. А можно еще, пожалуйста, вопрос как раз про детей-подростков в волонтерстве. У нас сейчас пытаемся развить, открыть школу волонтеров для подростков 10-11 класс. То есть это 16-17 лет ребятам. У нас набавалась группа людей. Соответственно, мы у родителей взяли письменное согласие о том, что, да, они могут там посещать там в свободное от учебы время наши занятия, волонтерство и так далее. Но вот такой вопрос. Можем ли мы этих ребят для того, чтобы, да, вот у них не угасал вот этот вот запал, вывозить на наши мероприятия? Понятно, это не детишкам с ОВЗ, а, например, в детский дом. Ну, понимаете, если есть, там, по-моему, так, вот здесь надо уточнить, я сейчас просто не помню, я уже устал. Там, по-моему, до 14 вы обязаны брать письменное разрешение. Нет, не так. До какого-то возраста, то ли до 12, то ли до 14, с присутствием родителей. Из 14 до 18 письменное разрешение. Ну, понятно, что 17-летний, как бы, в гробу он сам видел эти разрешения, вот, и еще поругается с мамой, но хотя бы там до 16, да, письменное разрешение, а дальше пусть принимает решение сам. Вот. Дальше ограничений нет. Если, условно, вы организуете, например, праздник даже для детей с ОВЗ, и этот праздник вы можете продумать достаточно безопасно, но здесь как раз специалистом невероятно является Лида, она вам может здесь что-то, наверное, подсказать, то присутствие подростков, даже 12-летних, вполне можно организовать. Вот. И это вполне можно продумать. Это непросто, но это можно. И я не вижу здесь, опять же, с точки зрения инклюзии, с точки зрения развития этой темы, никаких препятствий, на самом деле. С точки зрения как раз юридической, то детский дом – это одно, а больница – это другое. Да, в больницу могут не пустить главврач. До 18 лет. Да, до 18 лет. Но, опять же, если просто известны случаи, когда запрос направлялся от школы, например, и тогда врачи разрешат. Это не у нас, мы так не работаем, мы не берем на себя ответственность за несовершеннолетие на территории больницы. Я просто говорю вам о возможностях. То есть, больницы, да, больницы – место, где людям хреново, то есть там, наверное, детям делать нечего, сторонним детям. А если речь идет о детях с ОВЗ в интернатах или еще где-то, то здесь вполне возможно, опять же, с точки зрения инклюзии, продумать, хорошо, качественно продумать историю и вполне возможно участие. Но, как я сказал… Я бы всегда подстраховалась, чтобы был человек, который с этими ребятами говорит «до», и который с этими ребятами говорит «до», как вам? Да, готовиться надо. Вот. Ну, вот так, да. Если какой-то родитель, там, условно, до 12 лет, ну, я не знаю, просто работаете, нет ли кто-то работает, там, условно, с 10-летним хотите куда-то поехать, я бы без родителя не ехал ни за что, ни при каких условиях. Вообще, даже если он скажет «забери его», там, условно, у меня маленький ребенок, но он плачет, я бы не поеду. Пусть даже ребенок сам рыдает и так далее. Вот. Ну, решать вам, на самом деле. Спасибо. На эту тему, кстати, у нас есть отличный тоже, вот если напомните в чате, у нас есть отличный вебинар с нашими коллегами из Волгограда. Анна Пахомова, она суперталантливый человек, которого обожают дети и которая очень обожает детей. У нее очень серьезный проект по вовлечению детей и подростков в волонтерство, в том числе в социальное направление. Это, конечно, такая авторская штука, мало кем повторимая, но, тем не менее, если напомните, я вам скину ссылку, а если вам очень понравится, тоже напомните, я вам сведусь с ней, с Анной Пахомовой, и, может быть, там что-то будет полезно. То есть, да, тема такая интересная. Что касается работать с детьми с ОВЗ, я предлагаю, у нас будет перерыв на стажировку, когда у вас будет возможность посещать нашу онлайн-группу, и я предлагаю в это время сделать дополнительный семинар с использованием вашего опыта по формам работы с детьми с ОВЗ. В детских домах, в семьях, в центрах, в вашей форме спектаклей. То есть, обмен опытом, да, такой ли? Да. Такой обмен опытом, да? Обмен опытом, да. Что у кого получилось? Можно делать с ребятами с тяжелыми ножками, нарушениями развития, да, что? Вот наша прекрасная Саша Сошникова в чат скинула ссылку на вебинар по работе с детьми, на такой авторский волгоградский опыт, кого вообще интересует тема детей и волонтеров, там, кто, или подростка, пожалуйста, можете познакомиться. Если понравится этот опыт, то напишите нам, мы дадим контакты. Вот, сможете взаимодействовать. Ну, что, друзья, тогда, если что, вы знаете, мы...